Давайте ознакомиться. Меня зовут Юрий Петрович Струкнев. Я работаю заместителем председателя правительства Российской Федерации, полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Вместе со мной вас принимают генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Олегович Дрогозин и губернатор Амурской области Василий Васильевич Орлов. Здравствуйте. Поскольку ваша программа «Большая перемена» должна помочь выявить способности найти какой-то путь жизни, мы попытаемся в этом процессе немножко поучаствовать. Смотрите, мы сейчас находимся на техническом комплексе. Технический комплекс стоит из нескольких корпусов. Вот ближайший от нас, мы потом его посмотрим, это монтаж-испытательный корпус ракет-носителей. Тут ракеты собирают в пакет, так называемый пакет. Вот из этих ворот они выезжают и по этой железной дороге едут на старт. В соседнем монтажно-испытательном корпусе собирают космические аппараты. Сейчас здесь идет большая работа. У нас, как я уже говорил, 1 июля будет пуск. И идут так называемые предстартовые дни. Первый, второй, третий. Мы сейчас ввели еще дополнительно еще один предстартовый, нулевой так называемый день. В этот момент, на экране, здесь операторы видят, вот на том экране, всю циклограмму. Электральное сочетание космической и атомной промышленности. Вы знаете, вот сам способ аппарата. Но... Разработка ядерных двигателей для использования ее в космическом... Ну, в космосе для перелетов уже много лет. Если не 50, ну, лет 30-20. Почему бы сейчас не заняться разработкой термоядерных двигателей, которые, по идее, показывают хорошие характеристики сейчас на Земле? И, может быть, как-то начать это использовать? Идеи очень много. А с реализацией всегда надо осторожно, потому что от этого зависит жизнь людей. Но прогресс он постоянно идет. Вот если говорить о атомной энергетике, то мы в прошлом году поставили первую в мире плавающую атомную станцию на Щуковске. Сейчас будем их, скажем так, ставить на другие университетные проекты для энергоэнергетики. То есть компактизация атомной станции, она постоянно происходит. Но это сложный процесс. Впечатление, что ведется очень важная для страны профессиональная работа. Очень хотелось бы, чтобы мы всегда оставались на передовых позициях в космосе. Вот посещение космодрома дает надежду на то, что так и будет происходить. Я думаю, что то, что посмотрели сегодня ребята, не каждый взрослый в состоянии увидеть. Они практически прошли по всей технологической цепочке. Только пуска не было, но пуска немножко позже. Пусть из недели. Да. Поэтому мне кажется, что уникальные возможности. Уверен в том, что это запомнится. А уж на какие дальше идеи, на какие ориентиры в жизни их это наткнет, это только не вопрос.